Всем привет! Меня зовут Захарчук Алексей и вы на канале Ремонт Квартиры Коттеджи. В этом выпуске мы поговорим с вами об основных моментах, которые влияют на продолжительность ремонта. Есть строгая последовательность выполнения работы, пересечения их мир между собой. Что вот это за последовательности и как это происходит, вы можете посмотреть по ссылке выше. А также особо терпеливым в конце ролика я расскажу, как получить схему с этапами ремонта. А сейчас поговорим о том, что влияет на увеличение сроков ремонта. Первое, о чем я хочу рассказать, это не своевременное снабжение объекта материалами. Это когда берет заказчик снабжение на себя, рассчитывая, что при этом сэкономит. Часто бывает, когда заказчик занят, у него нет возможности привезти в комплектующие. Бывают такие моменты, заказчик отказывается ехать за одним саморезом, считая, что это на объекте не нужно. Намного лучше, когда данным вопросом занимаются строители. Они знают, где, что и когда купить, экономия при этом время, деньги и нервы заказчика, а также предотвращая покупку просроченных материалов. Следующий пункт, это не своевременное снабжение объекта чистовыми материалами. Подводные камни здесь следующие. Первое, это задержка со стороны поставщиков. Второе, это заказ материала без учета срока его доставки. И третье, в процессе ремонта вы изменили свой выбор в пользу другого материала отделки. В итоге, чтобы подрядчику продолжать работу, приходится нарушать очередность работ, вследствие чего увеличиваются сроки, а качество работы ухудшается. Третий пункт, это когда сразу же привозят все материалы на объект. Он полностью противоположен предыдущим двум пунктам. Потому что заставленный объект не мешает быстрой и слаженной работе строителей, так как перемещение материалов по объекту требует дополнительного времени и финансовых вложений со стороны заказчика. Кроме того, существует большая вероятность порчи материала в финишной отделке. Ее придется заказывать, в результате чего увеличивается срок ремонта и портятся отношения с заказчиком. Следующий пункт, это отсутствие проекта, либо сырой проект с картинками и без рабочих чертежей. Это также влияет на срок, потому что приходится чаще встречаться с заказчиком, чтобы обговорить определенные этапы работ и его корректировки. Пятый пункт, который затягивает процесс, это переделка проекта во время ремонта. Например, заказчики-дизайнеры решили переместить выключатель в связи с тем, что изменилось открывание двери по ходу реализации проекта. Что это за собой влечет? Первое, это переделка проекта, внесение корректировок. Второе, это демонтажные работы по этому выключателю. И третье, это вновь монтажные работы. То есть это все увеличивает срок и влечет за собой увеличение общего срока по ремонту квартиры или дома. Шестой пункт, это не соответствует температурного режима. То есть когда на объекте холодно, температура ниже плюс пяти, нет возможности выполнять работу, использующие мокрые процессы. Такие как шпатлевка стен, штукатурка, укладка кафеля, заливка пола и прочий мокрый процесс. Необходимо использование тепловых пушек. Это влечет за собой также увеличение срока и финансовые затраты со стороны заказчика. Седьмой пункт, это строительный хлам и мусор. Часто бывает так, что пытаясь экономить, откладывается своевременный вывоз мусора с объекта. Например, накопилось мусора на пол газели, а у вас идет чистовой этап работы. Вам необходимо вывезти мусор, но по той или иной причине он откладывается и копится на целую машину. В итоге происходит непреднамеренная порча чистовых материалов, которые на объекте. Соответственно, мы тратим время на перемещение данного мусора. То есть мы тратим время и деньги. Восьмой пункт, это лишняя мебель или техника на объекте. Боевая так, что сильно заранее заказчики или дизайнеры привозят на неподготовленный объект мебели или технику. Соответственно, чтобы выполнять те или иные этапы работы, приходится данную мебель и технику перемещать по объекту. Это хорошо, когда объект большой, а когда объект небольшой, приходится ее постоянно двигать. Здесь, опять же, не исключено повреждение техники. Соответственно, также увеличение сроков ремонта, потому что ее приходится перемещать. И вновь могут испортиться отношения с заказчиком. Что в данном моменте не произошло. Оставляйте технику и мебель на ответ хранения до того момента, пока она не понадобится на объект. Девятый пункт – это отсутствие технической документации на финишные материалы. Например, заказчики или дизайнеры заказали ванную. Срок ее доставки – месяц и более. А работы по прокладке инженерных сетей, таких как горячей, холодной воды и канализации, необходимо произвести сейчас. При отсутствии технической документации на данную ванну, не получится качественно подвести инженерные коммуникации. Следовательно, возможен такой момент, что когда в ванну доставят, потребуются какие-то доработки, которые также повлекут за собой увеличение срока ремонта и дополнительных денежных затрат. Десятый пункт – это отсутствие воды и электричества на объекте. Отсутствие воды повлечет за собой невозможность выполнения мокрых процессов, таких как шпатлевка, штукатурка, укладка кафеля, заливка полов и прочих процессов. Электричество необходимо для работы электроинструмента. Соответственно, чтобы обеспечить объект водой и электричеством, придется использовать автономные источники энергии, такие как бензогенератор, а воду придется на объект привозить. Следовательно, это снова дополнительные затраты времени и денег. Следующий пункт – это отсутствие полного финансирования. Это когда вы не запланировали денежные средства на оплату работ строителей, на покупку чиновых материалов, на покупку чистовых материалов и встроенной мебели. А отсутствие финансирования одного из элементов затормаживает процесс работ, следовательно, увеличивает сроки ремонта и требует дополнительных затрат на его продолжение. Двенадцатый пункт – это разные подрядчики. Это когда заказчик, пытаясь сэкономить, выбирает на определенный этап работ разных подрядчиков. На электрику одних, на сантехнику других, на монтаж конструкции из гипса, картона третьих, на заливку пола четвертых и так далее. Это может обернуться переделкой одного из этапов работ, который повлечет за собой повторное финансирование и увеличение сроков ремонта. Об этом я сниму отдельное видео, а чтобы не пропустить его, подпишитесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. А и последний, тринадцатый пункт – это несогласованность между подрядчиками. Это когда на объекте требуется работа нескольких подрядных организаций, таких как кондиционерщики, оконщики, установка системы вентиляции, пожарно-охранного комплекса и так далее. Самое главное здесь, чтобы их работа была четко скоординирована. Например, у вас на объекте по плану работы по устройству потолка из гипса, картона, вы не сможете его зашить, пока не будут проложены системы охранно-пожарного комплекса, системы вентиляции и так далее. Так вот, необходимо, чтобы данные работы были сделаны до того, как вы будете зашивать потолок гипсокартона. Спасибо, что доостряли данное видео до конца. А теперь обещанная схема с этапами ремонта. Для того, чтобы получить ее, оставляйте свою почту в комментариях к данному видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Экономьте на ремонте с умом. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok